Новейшее оборудование и высококвалифицированные специалисты в области пивоварения на протяжении двух лет радуют любителей пенного напитка своей продукции отборного качества. Высокогорная Кельская пивоварня в поселке Ленингор за короткий период вызвала интерес широкого круга потребителей. Завод функционирует на базе бывшего предприятия по производству пива, лимонада и минеральной воды «Алутон». Старое оборудование полностью заменено на современное, а новые технологии и методы улучшили качество пива, а также разнообразили ассортимент. Пивоварня начала свое существование в 2021 году, проект начался сложно, трудно, но мы все преодолели. Вот на данном этапе мы уже выпускаем 9 видов продукции, это три сорта пива, лагер-кластик, лагер-лайт и дарк-темное. Предприятие было в заброшенном состоянии и, конечно, восстановительные работы, на них ушло огромное количество энергии, сил, огромное количество специалистов, как вы знаете, и объем инвестиций, он, я уже не знаю, никто уже даже не считает. По сей день приходится инвестировать, дооборудовать. Завод был полностью обновлен, варочный порядок, варница 5-тонная, которая у нас есть, это совершенно новое оборудование. Продукция заняла прочную нишу и на российском рынке. Подписанные ранее контракты дают возможность ежемесячно экспортировать несколько сотен тысяч бутылок пива. Как мы видим, жара настала и сезон пивной, поэтому наблюдаем отправку грузов в Российскую Федерацию, это очередная партия. Как вы знаете, мы начали экспортировать пиво в Российскую Федерацию, это новая наша экспортная позиция, и спрос на наше пиво постепенно растет, мы потихонечку находим свое место на рынке и уверены, что пиво станет таким нашим одним из главных экспортных позиций, ввиду того, что к пиву у нас особенные отношения, это проявляется и в качестве напитка, и в его натуральности, в его вкусовых качествах. Наша уникальная вода, наша природа дает нам все возможности сделать из югостинского пива международный бренд, которым мы движемся. Главный наш дистрибьютор в Москве и среднемесячная партия отгрузки – это порядка нескольких сот тысяч бутылок мы экспортируем в Российскую Федерацию. За элегантным оформлением продукции и, что самое важно, его отменным вкусом стоит огромный труд технолога пивовара Чермина Гаккуева. Технология производства пива – это сложный и длительный процесс, который включает в себя несколько этапов. От первого этапа до готового пива проходит около месяца, рассказывает Гаккуев. После готовое пенное уже разливают по кегам или бутылкам. В месяц здесь разливают до пятисот тысяч бутылок. У нас один светлый и специальный салат для придания вкуса. Сейчас у нас варка заключительная, мы заполняем танк 40 тонн. Объем танка уже готовой продукции, то есть он чуть-чуть больше. Для брожения нужно какое-то расстояние, поэтому заполняем 40 тонн. В общем, получается, мы за сутки можем танк заполнять, это примерно 40 тонн в сутки, мы варим. Скоро завод представит еще один сорт пива, сейчас он на стадии разработки. Однако специалисты уверены, что он способен занять лидирующие позиции в линейке выпускаемой продукции. На мини-варке делаются пробные варки, для того, чтобы отработать сорта и технологию, и потом будем это внедрять, естественно, уже на большой варочный порядок. Юго-осетинские производители работают и над возрождением рецептуры приготовления осетинского пива и ромбогены. Мы пытаемся по рассказам, по крупицам исторических фактов воссоздать те сорта пива, которые варились раньше у нас в Осетии. Одно из таких наших изысканий. Предприятие расположено в экологически чистом районе. Для производства здесь используют кристально чистую воду из кельтского вулканического плата. Впрочем, отсюда и название завода. «Природная зона, которая здесь есть, и экологически чистая зона, наши горы, наши чистейшие реки, конечно, придают нашему пиву такой особенный колорит, делают из него премиальный продукт, и мы его и позиционируем пиво премиального класса». Пивоваренный завод выставляется на международных дегустационных площадках и всегда удовлетворяет потребительский вкус любителей пива. По результатам экспертной оценки за отличное качество высокогорная кельтская пивоварня была удостоена золотых медалей сочинского международного конкурса пива и крупнейшей международной выставки «Продэкспо». Здесь есть и «Продэкспо», медаль «Наше темное пиво» получила награду золота, как вы видите, дипломы за участие во всякого рода разных мероприятиях и золотые медали. Особенной гордостью и радостью нашей является то, что мы в этом году получили все три медали. Каждый сорт нашего пива, который производится на высокогорной кельтской пивоварне, удостоен самой высшей награды, и мы их выставили на всеобщее обозрение и радуемся, что мы варим самое лучшее пиво в мире. Чтобы получить высококачественный напиток, пивоварам требуется не только учесть массу нюансов, но и проводить контроль на всех этапах производства. За качество пенного напитка здесь отвечает специалист с большим опытом работы, заведующая лабораторией на базе кельтской пивоварни Оксана Сабанова. За не тщательная проверка качества пива в ее профессионализме здесь не сомневается никто, ведь за ее плечами многолетний опыт работы в северо-осетинском пивоваренном заводе Дарьял. Здесь происходит у нас полнота налива, здесь у нас кислотность проверяем и все фиксируем в тетрадях. Здесь у нас происходит, можно сказать, полноанализ нашего пива, где мы узнаем конечный результат спирта, экстрактивности и конечные точки сбраживания, остаточного сахара, то бишь, которое тело создается в пиве и после вкуса, которое остается в пиве. Предприятие обеспечило рабочими местами свыше 30 человек, но с увеличением объемов производства штатная структура будет расширяться. В советское время, как вы знаете, остинское пиво это было визитной карточкой Южной Осетии и по всему Закавказью пиво из Южной Осетии просто было обожаемым продуктом. И мы, прикладывая, засучив рукава, прикладывая большие усилия, потихонечку движемся к тому, чтобы вернуть вот это былое величие, которое было у остинского пива. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова